Доброе утро, дорогие друзья! Накануне было принято решение о награждении трех членов Ханты-Мансийской окружной организации Союза писателей России литературной премии губернатора ЮГРИ. Об этом подробнее поговорим с соответственным секретарем Ханты-Мансийской окружной общественной организации Союза писателей России Игорем Ширмановым. Игорь Александрович, доброе утро! Доброе утро! В каких номинациях были представлены кандидатуры? Четыре номинации традиционно. Художественная проза. Всего четыре? Да. Это ежегодно, да? Да. Поэзия, документальная литература, краеведение и книги для детей. Вот в этом году строгое жюри решило в номинации поэзии никому не присуждать губернаторскую премию. Как на это посмотрели поэты? Пусть совершенствуются. То есть есть над чем работать? Да, конечно, конечно. А каким образом? Неужели, получается, те, кто входит в эту комиссию, они все труды, вот эти литературные, читают? Обязательно. Обязательно. Больше того, мы сейчас стали делать, сначала высылаем электронную версию книг, а затем еще каждый получает экземпляр книги, которая представлена на конкурс. И вот интересно, а как это можно проконтролировать? Можно. Или это вот люди настолько любят чтение, что готовы все, что представлено, все прочитать? Члены комиссии, народ очень ответственный, и они реально читают. Другое дело, что я не могу покляться, что читают 100% из представленного, да? Ну, наверное, 95%-то читают. А каким образом выдвигаются кандидатуры на эту премию литературную? Как это решается? В Союзе писателей? Да, это поскольку профессиональная премия, то участвуют те, кто состоит в творческих союзах, то есть Союз писателей России и Российский писательский союз, и члены Союза журналистов. То есть человек может не состоять в Союзе писателей, но выдвинуть, будучи членом Союза журналистов. Ну, как бы рядом писателей и журналистов. А можно сказать, если говорить о работе наших, о работе где-то для кого-то это увлечение, наших югорских писателей, какой жанр предпочитают югорчане? Ну, субъективное мнение, поэзию. А что касается работы, ну, наверное, это уже профессиональная деятельность, не любительство. Уж коль человек вступил в члены Союза писателей, литературное братство признало его достойным этого, можно заниматься, естественно, чем-то другим, но отдано сердце уже литературе. А какие города писатели представляют? Откуда у нас больше всего? Вот если говорить как раз о этих трех... Каждый год очень разная география. Ну, традиционно Сургут, Нижневартовск, Югорск, Ханты-Мансийск. Хотя бывают и Нефтьюганск, и другие города. Просто, естественно, где, так сказать, концентрируется на большее количество литераторов, оттуда и больше книг поступает. Расскажите немного об авторах. В номинации художественная проза нынешним победителем конкурса... А, нет, это у нас документальная проза. Это Галина Владиленовна Захарова, член Союза журналистов, член Союза писателей. Великолепную книгу представила. Называется «Георгий из бессмертного полка». В 2017 году опубликована. Хорошо издана книга, хорошо написана. И я считаю, что это вот в номинации документальной литературы очень заслуженная награда. Иван Валентинович Цуприков, это человек, который пишет про афганскую войну. Он сам воевал, будучи военным журналистом, он пишет о том, что знает. Плюс есть у него детективы и боевики. Я тоже считаю, что его книга «Героем быть назначен» это достойная книга на номинацию. И еще одна писательница. Еще одна писательница. Человек как бы не молодой, родилась в 1940 году. Мы не будем все секреты рассказывать о девушках, это не принято. Я просто хочу... И возраст здесь понятие относительное. Подчеркнуть, что люди, где молодые, тем не менее уделяют внимание творчеству. И Лилия Порфирьевна Токташева, она пишет книги для детей. Ее книга «Все о кошках и котах. Стихи и рассказы для маленьких и больших детей» заслуженную награду получила. Ну что ж, мы поздравляем ваших телек заслуженными наградами. Теперь получается, в следующий раз соискатели могут рассчитывать на премию, это получается, только в концерт следующего года уже, да? Раз в год присуждается традиционно к дню округа. На будущий год у нас юбилейные. Я полагаю, что будет и больше книг подано на конкурс, и больше авторов. Вы, Игорь Александрович, самостоятельно выдвигались? Вы знаете, в силу должности я не выдвигаюсь, за редким исключением, когда надо... Ну как это говорят, для конкуренции, для корма. Для конкуренции. Но вот сложусь в себе полномочия ответственного секретаря, обязательно выдвину. И по полной программе, да? Да, в этом году, дай бог, выйдет сборник, итожащий 15-летний опыт работы. Кстати, вы сейчас на чем работаете, да? Что у вас на письменном столе? На письменном столе начатое, но уже много лет не законченная повесть о Михаиле Афанасьевичу Булгакове. Да? Да. Я считаю, что... Это как историческое исследование его работы, или это рассказ о человеке? Это будет художественное произведение на основе архивных материалов, документов. Две книжных полки заставлены материалами Булгакове. Ну что ж, мы желаем вам вдохновения, интересных творческих находок, и чтобы каждый ваш писательский труд, в том числе, завершался чем-то, и вы когда-то все-таки могли поставить точку, и книга ушла в тираж. Спасибо, спасибо вам. Я, пользуясь случаем, всех поздравляю с годовщиной округа. Большое спасибо, мы присоединяемся к вашим поздравлениям и хорошего дня. Хорошо, спасибо. Спасибо.